Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Прям как с трамплина прыгнули в бассейн. Заплываем мы в эфир, заплываем в эфирную неделю, друзья. Всем доброе утро, отличная погода, замечательная весна наступает. Дмитрий Московский, Диляра Байбикова. И Роман Кассиян приветствует вас в этот замечательный понедельничный утренний. Как хорошо, ребят, давно не виделись. Ура, соскучились, по-моему, безумно пора, пора, пора уже, я думаю, говорить, обсуждать и просыпаться вместе с вами. Друзья, сегодня говорим на очень интересную тему. Во-первых, сегодня по решению Всемирной Федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Друзья, сегодня вот такой вот замечательный праздник отмечается уже с 1957 года. Памятный день служит поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи. И так сегодня мы с вами поговорим как раз. Молодежь сегодня, вот какая она? Какая? Потерянное поколение или наше будущее, наше кровинушка, солнышко-то родненькое? Давайте-ка обсудим. Как голосуйте за солнышко родненькое. Друзья, ну не забываем о том, что 744-636, телефон прямого эфира. Позвоните нам, пообщаемся. Призы сегодня мы разыграем обязательно. Обязательно для вас тут музей занимательных наук Эйнштейна. Но по традиции мы начинаем с новостей от Дмитрия Московского. Новости. Фестиваль «Будущее театральной России» стартует сегодня. В Ярославских поликлиниках начнет работать колл-центр и объятия лечат нервы. Начало 8-го в Ярославле, а самом главном прямо сейчас. «Будущее театральной России» уже в Ярославле. 9-й фестиваль студенческих театров стартует сегодня. Выпускники 12 театральных вузов со всей страны представят свои дипломные спектакли. Вход почти на все из них свободный. Фестиваль продлится до 30 апреля. С его программой можно ознакомиться на сайте театра имени Федора Волкова. Ярославцы смогут записаться на прием к врачу через единый колл-центр. Это часть программы «Бережливая поликлиника». Единый телефон для записи 2083-27. Старт работы колл-центра запланирован на май. Объятия полезны для здоровья, сообщают американские ученые. Они снижают уровень стресса, облегчают головную боль и могут быть рассмотрены в качестве профилактики проблем сердечно-сосудистой системы. Далее курс валют на сегодня. Доллар стоит 56 рублей 23 копейки, евро 60 рублей 32 копейки. Таковы главные новости к этому часу. И далее о погоде расскажет Диляра Байбикова. Погода. Ну что ж, бла-бла-тим в эфире, и даже солнышко вышло, да? Может быть, совпадение, а может и нет, не думаю. В общем, друзья, сегодня, понедельник, на фоне повышенного атмосферного давления в регионе будет преобладать облачное с прояснениями погода, без существенных осадков. Но это утром, но, к сожалению, потом днем все затянется. Температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы. Итак, сегодня 8 градусов выше нуля, ну а ночью плюс 2, плюс 1. Одевайтесь теплее. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». А ты в случае мне Киселева ли? А чего это? Да, вот так вот. Не думаю. 744-636, реформ прямого эфира, друзья. Сегодня мы с вами играем на тему молодежи. Какая же она, потерянное поколение или все-таки молодцы? И что творят красавчики? Групп ВКонтакте Первого Студия, пишите свое мнение туда, историю рассказывайте, передавайте. Вот, Дима. Да, ну что, что Дима? Как раз проблема с молодежью, сразу Дима. Сразу к Диме. Да, нет, на самом деле, я думаю, что все классно. Я предлагаю вот нам позвонить обязательно и поделиться своим мнением. Да, ребятушки, 744-636. Еще раз, не устанем напоминать. С ходу, с ходу не стала дожидаться Елена Зиновьева. И знаете, что написала? Да. Если выжимку сделать, то все-таки не понимает, почему поколение, да, старше, говорит, а вот в наше-то время, а вот так молодежь. И то есть расстраивают ее. Ну, доброе утро ждет, конечно, отличного настроения, хорошая погода. И говорит, не понимает, зачем вот так вот старшее поколение говорит. Почему старшее поколение ругает молодежь? Да, почему? А потому что, мне кажется, вот не все видят. Мы с стереотипами. Вот увидели одного нехорошего, который там кошку пнул. И такой, вот, все, все кошек пинают. Нехорошая молодежь, что у нас. А на самом деле, смотри, и... Роб, расскажи про кошку, слушай. Да, очень интересно. Про образы реальной интересной истории. Кошка нормально, выжила, все хорошо. А вот на субботники выходят. Да. А ведь спортом-то занимаются. В фестивалях всероссийских участвуют и побеждают ученые молодые. И вообще много-много чего интересного. Очень тема непростая сегодня, пограничная, потому что такую огромную сферу, да, охватить довольно непросто. Но мы попробуем, поэтому 744636. Присоединяйтесь к нам, дорогие вы наши. Звоните, пообщаемся, обсудим. Мы на конкретных примерах. За вас, ребята, обхватить необхватываемое. Сделав ЦИОМ. А ну-ка. Ой-ой-ой. Сразу за нас сделают. Я так благодарен ЦИОМу, ребята. Спасибо вам. Есть мнивы, что вы делали. Как бы обхватывали все молодожь. Что там говорит ЦИОМ? Говорят на следующий. Проводили опрос среди молодежи, если вы знаете, от 18 до 35 лет. И, соответственно... Погоди, погоди. До 30 же молод... А до 35 молодые ученые. Молодые ученые. А после это кто уже? А после это старые ученые. Старые ученые? Нет, не старые. Давайте не будем оскорблять. Не будем молодые и старые. Молодые ученые это до 35 лет. Вот был опрос. Да. Приняли участие россияне старше 18 лет. Всех респондентов разделили на две группы. Вот условную молодежь, как пишет ЦИОМ, и старшее поколение. Там от 36 и туда, наверх. Выяснилось, что многие стереотипы о конфликте отцов и детей, ориентированности на западных кумиров, без разности, не соответствуют действительности. Проще говоря, исследователи знали, что 68% не сомневаются в способности молодых людей найти общий дык со старшим поколением. Также взрослое поколение, да, что старше, оно считает следующее, что молодежь-то, она материально ориентирована. Раз. Она аккуратна, общительна и активна, и любящая спорт. Вы представляете? Вот все, все, кто говорят, что молодежь-то уже не та, опросили людей на самом деле. И вот те бабушки, которые говорят, вот, нехорошие. Они же отвечали на вопросы в ЦИОМ. Они сидят же, они сидят такие, знаешь, типа. Не, понимаешь, там приходили просто люди из ЦИОМ, и когда они опрашивали этих бабушек, они, ребят, вы такие красивые, такие молодцы, спортивные. А вы заметили, что мы сами сегодня, как бабушки, вот эти вот на лавочке с семечками, и вот обсуждаем молодежь сегодня? Что мы сами-то не молодежь? Ну, друзья, я думаю, позвонят, и мы расскажут об этом в прямом эфире 744-636. Звоните, звоните, давайте пообщаемся. Вы как считаете, молодежь-то у нас потеряна, или же молодцы все? Вот очень важная тема, мы хотим ваше мнение услышать. Напомню, телефон прямого эфира 744-636. Ну и, конечно, многие сейчас продолжают ворчать, что молодежь-то у нас, эх, нынче пошла, но все-таки я предлагаю сравнить молодежь, которая была аж целых 100 лет назад. Давайте посмотрим, вот, например, посмотрите, сейчас это Непал и Китай. Вот так вот выглядели юные красавчики ровно 100 лет назад. Как красавицы. Ничего не применялось. Да? А вот это, вот это у нас, по-моему, Великобритания. Посмотрите, вот эти вот шортики. Green Street Hooligan, сразу вот видно. Да-да-да, молодежь. Так, давайте дальше. Дима завис. Ну это, как вы понимаете, Япония. Ну, по-моему, вот эти вот ребята вообще не изменились, да? Ну, нет, нет. И не смотря, судя по Алиэкспрессу, там как раз наоборот все сейчас, да? Это Китай, это Китай. А вот это Индия, друзья, посмотрите, вот это юный индус. Между прочим, это брат и сестра. Почему? Посмотрите, костюмчик, все у них так. Может, зита и гита. А вот это Америка, ребята, это США. Посмотрите, да? Вот это гангстер слева сидит такой. Кепочки-то откуда пришли, вот эти вот, да? Кепочки, вот они, кепочки. А это, ну, Россия. Помните вот эти румяные щеки? Я помню. Сто лет, Диляр, сто лет, как будто вчера, да. Великолепие вот это все. Вчера только ходил в школу, вот, в рубашечке. Ну, хотя бы, хотя бы, судя по России. Ну, изменилась, изменилась молодежь, а? Было бы странно, понимаешь, если бы застали продолжительный срок, ничего бы не поменялось. Диляр, мы сейчас вот в перерыве, мы тебе тоже сделаем такой проборчик, косу и сравним просто, поменялась молодежь или нет. Проборчик у меня уже есть. Есть, если говорить по поводу одежды, это понятное дело, вот. Но мне кажется, что много поменялось именно в головах у людей. Конечно, это мы сегодня и обсуждаем. И звоните нам, рассказывайте свое мнение. 744-636. Напомню, что также сегодня мы разыграем замечательный, между прочим, пригласительный, знаете, куда? В музей. В музей занимательных наук Эйнштейна. И это там, между прочим, не менялось с момента Эйнштейна. Вот как он сказал, будет, так вот и идет. А может быть, сейчас кто-нибудь сидит и думает, позвонить, не позвонить. А вот сейчас вот звезды подскажут вам это, друзья. Ух ты как! Неужели мы переходим, друзья? Не думаю, что звезды даже это подсказывают. Это самый молодежный, самый молодежный гороскоп в первой студии. Итак, чем же готовят, какие сюрпризы преподнесет 24 апреля? Итак, поехали. Овны. День благоприятный для начала нового дела. Сегодня у мужчин-овнов появится возможность блеснуть талантами. А так, а что делать женщина? А девушки наблюдают за овнами мужчинами. Итак, тельцы, вас может заинтересовать выгодное деловое предложение, которое, конечно же, следует хорошо обдумать. Близнецы, будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Ох как! Раки, сегодня вас могут подстерегать неожиданности. Вероятно, вас повезет заключать выгодный контракт. Вам повезет заключать... Было бы как хорошо, если повезли раков. А вас повезет таксист заключать контракт. Дальше поехали. Левчики, львунечки, пушистики, красавчики, сегодня у женщин-левов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Смотрите, овнам, мужчинам и женщинам-левам нужно объединиться. У них сегодня талантливая банда. У них все хорошо. Что делать мужчинам-левам, ребята? Я не знаю, но рыдайте. Весы. День преобразования и перемен. Возможно, некоторое перемещение по служебной лестнице. А ты деву расскажи. Ладно, хорошо. Девы, девы, вам удастся продемонстрировать деловую хватку. Переговоры с партнерами обещают успешный результат. А вот скорпиончикам не следует рассказывать о своих планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелательным. Поэтому, скорпиончики... Стрельцы, будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Звезды предупреждают о вероятной агрессии. Ух ты как. Козероги, возможно, вы осуществуете те мечты, которые в последнее время не покидали вас. А вот у водолеев, ребята, девиз дня... Зажурчала водичка позади деля. Подожди ты. Любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь провести все свободное время с любимым человеком. О, винит из лап, водолеечки. Как томно ты о водолеях рассказал. О, рыбы! В решении любых проблем полагайтесь только на себя. Не ждите помощи со стороны. Это был гороскоп. Нет, гороскоп, между прочим, как сказать, он сегодня поистине молодежный. Заметьте, как мы его зачитали. Знаете как? Да. Очень красиво. Да? Хорошо. На самом деле, друзья, понедельничное такое настроение. Надо собираться все-таки всем, я думаю, сейчас на работу, кто собирается, я думаю, думать следующим, что, ребята, а вот молодежь-то идет сейчас в школы, да, вот, в университеты. Да, надо на работу тоже ходить молодежь иногда, да. И вот без проблем на многие думают, что мы сейчас на работу, а у молодежи-то все хорошо. Вот молодежи есть свои проблемы, друзья. И к слову об этом. Нашел очень интересную статью, и там описывается все-таки, какие ориентиры сейчас выбирает современная молодежь. Так вот, в первую очередь, что отмечают люди, только 47% молодежи оценивают любовь к родине, его благополучие, как очень важное в своей жизни, в то время как семью и дом, они ставят чуть выше, и 87% это стоит все-таки как приоритет. То есть, любовь к родине меньше, чем семья, понимаете? То есть, поехать в семью, создавать в другой стране, вот это за, понимаете? А любовь к родине меньше. Ну, приоритеты сместились, этого нельзя вообще не говорить. Вот, например, молодежь сейчас называют поколением Z. Нет, а что, что, как будто нам по сорокету. Подождите, вот давайте. Да, вот мы же сами молодежь. Мы молодежь. Рома напомнил сюжет. Какие у тебя ценностные ориентиры, Дима? Все же хорошо. Слушай, ничего себе разговор с утра. Какие у тебя ценностные ориентиры, Дима? Давай так, вот расскажи мне. Вот когда я поступил в университет. Родина, Рома, родина. Так, хорошо. Все, все, все. Аж выливается из-за фигеляра. У меня ценностные ориентиры, как я сказал. Вот это потерянное поколение. Они не знают, какие у них ценностные ориентиры. Знаете что, я вам просто скажу, что молодежь, это вот те ребят, которые могут каких-то немыслимых результатов достигать. Потому что самый активный возраст, вот, например, знаете самого молодого миллиардера? А? А? Кто знает? Ну-ка. Никто не знает. Да все его знают, ребятушки. Это же Марк Цукерберг. Вот так, 23 года. 23? Нет, в 23 он стал миллиардером. Да, в 23 стал миллиардером, когда вот он сделал свой фейсбук. Вот такой он молодец. Ну, слушайте, я думаю, что здесь вопрос к тому, что как раз именно... Мама с папой помогли. Молодежь на возрасте. Цукерберг-мажор. Друзья, 744-636, звоните, давайте пообщаемся, как вы считаете. Сейчас молодежь конкретно в России, это потерянное поколение, да, все-таки? Или же все хорошо у нас с молодежью, молодцы, выиграют, везде побеждают, и не стоит за это переживать. Вернемся. Звоните, рассказывайте. Вернемся к этому вопросу после рекламы, друзья. Ну, и розыгрыш. Будет розыгрыш впереди, уже совсем скоро вернемся. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Первая студия продолжает свою работу. Дмитрий Восковский, Диляра Байбекова. И, конечно же, Роман Касьян. Сегодня мы с вами говорим, друзья, вот о чем. Молодежь в России сейчас, это потерянное поколение, или все-таки крутые ребята, которые двигают страну вперед, науку, спорт, все-все-все. Ваше мнение, 744-636 очень важно. И начинаем мы разыгрывать билеты, пригласительные в Музей Занимательных Наук Эйнштейн. Прямо сейчас запускаем мы игры разума, друзья, поэтому кто первый дозвонится, тот, возможно, билетики с собой и принесет. Да, может быть и нет, так что звоните, попробуйте. 744-636, ну и, конечно, у нас тут группа ВКонтакте вообще не дремлет, да, много приветов. От Светлана Сидоровича, зачитали мы привет с вами? Нет, давайте зачитаем, Светлану. Давай. Светлана Сидорович, всем доброе утро, за непогодой всегда приходит солнце, всем добра и солнышко. Вот такая вот утренняя философия от Светланы. Да вот Владимир Гречищев нам пишет, доброе утро, родной Ярославль, первая студия. Всем большой привет из Таиланда и всем удачного понедельника. Владимир, флюиды зависти в вашу сторону. И фаточки, фаточки, смотрите. Друзья, не забываем о иньяр.тв, онлайн можете смотреть. И Татьяна Пермякова пишет, с добрым утром. Дорогие ведущие, мы по-моему сейчас соскучились, вы появились вместе с солнышком, ура. И мы по вам соскучились, и солнышко тоже вам светит. И по слову ура. И по слову тоже ура. 744-636, друзья, да, все-таки вживую уже пообщаемся с вами, соскучились, и мы по вам по вашим голосам прекрасным утренним. Поэтому звоните. Ваши юные смешные голоса. Да, отлично. Есть звоночек. Итак, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как же вас зовут? Я зовут Оксана. Оксана, ну расскажите, как вообще с молодежью-то дела обстоят? Хорошо все или плохо? Как вам молодежь нынешняя? Ну, по-разному. Так вздохнули. А вы представляете молодежь или же... Старшее, среднее звено. Среднее звено. Тогда молодежь, мы вас к нам запишем. Многие говорят, что потеряны поколения, да, вот уже все только в интернетах повисли и все ничего не делают. Ваше мнение, как считаете, все-таки современная молодежь, она двигает Россию вперед? Есть ли что-то хорошее в молодежи? Хотя бы, Оксана, дайте нам знак. Ребят, короче, все плохо. Мне кажется, кстати, она задумалась, говорит, так пора же Россию-матушку двигать вперед. И пошла что-то создавать. Я уверен, что это было так, а не просто созвонить. Ну, может быть, не знаю, не знаю. 7446366, друзья, звоните нам, да, не забываем, что розыгрыш. Прямо сейчас мы начинаем и разыгрываем билеты в Музей занимательных наук Эйнштейна. Ребята, я вот хотела еще сказать, что, знаете, у молодежи... Я прочитала такую статью, о чем плачут 25-летние. И там как раз на... Да, нет, серьезно. Проблема современной молодежи в том, что молодежь постоянно в поиске себя. Она хочет достичь успеха, причем хочет сделать это очень быстро. И когда понимает, что успех не достигается, тут же начинается все. Начинает плакать. Да, начинаются серьезы, да, все. Я ни на что не годен, зачем я пришел в этот мир? Они как бы философии... Это если до 25 ничего не успели сделать? Ну, нет, ну просто такая, так статья называлась. Что же ты придираешься? Отлично. И что же они плачут-то? Проблема-то в том, что люди ищут себя, и они могут найти. Сейчас очень как бы остро стоит проблема поиска себя. Самореализация. Да, конечно. Ребят, если вы не можете себя найти, звоните в первую студию, мы вам покажем, как себя найти. Дима даст советы. Я вас отправлю в Музей занимательных наук Эйнштейна. Лично. Если вы хотите, да. Вот прям вот за ручки всех возьмем, все молодежь плачущую. Друзья, 744-636, телефон прямого эфира. Дима уже ждет, 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 чтобы дозвонились и отдать вам билеты в Музей занимательных наук Эйнштейна. Помимо этого, пока мы все-таки ждем звоночка, вот что к чему сказать, друзья. Вот многие, многие думают, что вот молодежь ничем не занимается. Многие. Вы посмотрите, все-таки вот сразу же, я думаю, у многих возникает вопрос, вот в какую-то субкультуру же попадаешь определенную. Как объединяется молодежь вообще? По субкультурам. Да. По интересам. По интересам. И же разные интересы-то бывают. Вот помните эти субкультуры? Конечно, вот есть любители яичницы. Вот группа ВКонтакте такая. Да, вот те, кто любит яичницу. А еще есть звоночек у нас. Вот те, кто звонят в первую студию. Еще одна субкультура. Здравствуйте. Алло. Алло, алло. Алло. Алло, алло. О, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Роман. Роман. Сразу попросим телевизор потише сделать, чтобы мы с вами могли спокойненько пообщаться. Роман, скажите, пожалуйста, вот вы относите себя к старшему поколению? Я слушаю вас вопрос. Алло, алло, алло. Слушайте нас. Роман, расскажите, пожалуйста, как относится современная молодежь сейчас? Спасибо, Роман. Я думаю, что у тебя была везде останется проблема, потому что... Потому что молодому поколению на самом деле трудно себя найти везде. Трудно пробраться где-то молодым. А в чем проблема? Почему трудно? Начиная с работодателя, заканчивая сферой любой деятельности. Получить образование – это мало. А может, лентяи они все? А, Роман? Может, ленится молодежь-то? Или... Да. Ну, не знаю. Такая плохая связь, извините меня, пожалуйста. А, ну, бывает. Роман, вы нас слышите сейчас? Роман... Роман, Роман, Роман. Вопрос, извините, просто плохая связь. Хорошо, мы сейчас попробуем максимально с вами просто и ясно. Налаживаем мы связь. Просто и ясно. Налаживаем мы, а я слышу себя. Ясно, ты тоже слышишь себя? Роман, Роман, ты без стерео. Попросим телевизор сделать потише, тогда, быть может, связь-то наладится. Быть может, связь-то наладится. Ох. Я сейчас слышу, Роман. Да, друзья, видимо... Роман, вы убавили? Роман, вы убавили? Ну, мы, Роман, не убавили. Роман, я предлагаю вам еще раз нам позвонить, вот в момент, когда... Да, сейчас уже у нас строится. Спасибо вам. Хорошего мне. Вот вопрос сразу. Смотрите, Роман говорит, что трудно себя реализовать. Да, безусловно. А может быть, знаете почему? Потому что сейчас столько стеллосфер различных, где можно себя реализовать. И ты пытаешься хвататься, может быть, за все. Или ты просто не понимаешь, куда, чего. И вот тебе и проблема. Если не понимаешь, иди в блогеры, если не понимаешь, чем заняться. А вот так и покупают блогеры и фотографы. Сейчас вот в кого не плюнь, попадешь либо в блогеры, либо в фотографы. Не плюнь в молодежь. Хорошо. Не плюнь здесь, главное, Дилер. А то в кого идти с нас. Давайте чуть-чуть пофантазируем и представим вот это вот наше молодое поколение. Нас с вами представим уже в довольно таком преклонном возрасте. И как же мы с вами будем выглядеть? Вот, пожалуйста, будем учить молодежь. Ну ты вообще, ну не персинг, а не тату. Как ты в старости будешь без этого выглядеть? Есть доля прав, да, вот этого? Ну, есть, есть, да. В подтяжках. Давайте быстрее, так бабушки, опоздаем. Ура, бабуля опять закажет нам свою фирменную пиццу через приложение, да? Это все хорошо. Вот, чтобы бабушка пиццулю заказала. Да, 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 бабушка пиццу любимая. Хотя пирожки вкуснее. Но своими огурчиками посыпьте обязательно. Так, сгоняем на дачу, юхуху. Вот так вот будем гонять на дачу. Ты думаешь, сейчас не гоняем? В деревню съезде, там бабушка... Там с коляской должен быть красивый. Конечно, уралчик такой. Бабушка, к сожалению, иногда мне кажется, что мы не понимаем друг друга. А там... Ах, аллоу, мне норм. Ну вот так вот. Ну вот так, да, да, конечно. Кстати, так слово о сленге. Слэнг, да. Вот такой инстаграм будет у наших... У нас, в смысле, уже. У нас, конечно. И в фейсбуке, да, вот так вот тоже будут выглядеть наши соцсети. Ностальгия по сороковым. Слушай, на самом деле интересно, реально. Вот мы же сейчас с вами сидим в стальных сетях, да? Вот активно сейчас все постаем фотографии, все. Как же будем выглядеть? А мы все просто переедем в одноклассники потом, все. Ну, когда уже... А мне кажется, наоборот. Вконтакте и Фейсбук останутся вот этими соцсетями нашими, а у нашей будущей молодежи появятся другие, они будут говорить. Фу, как неинтересно. Знаете, за что... Что будет неизменным на протяжении многих времен? Танцульки? Клип на Первом Ярославском. Поехали. Потанцуем в понедельник. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. А вот как танцует-то хорошо, да? И вот не только в клипах танцует, и молодежь танцует, и при танцевалах там сюда. Замечательная девушка, красавица. Как зовут, Диляра, представляешь? Замечательная. И не только как зовут, но и вообще регалии тут непростые. Руководитель делегации Ярославской области на фестивале «Российская студенческая весна». Руководитель фестиваля «Росславская студенческая весна». И, конечно, начальник арт-отдела Дворца молодежи Надь Борисова. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Надь. И кто бы, как не этот человек, должен знать вообще, чем живет молодежь, чем дышит и чем занимается? Позвонил нам сейчас Роман, аж, говорит, связь аж пропала от настроения у него. А вот молодежь, говорит, не знает, чем себя занять. Вот скажи, пожалуйста, вот если человек придет в Дворец молодежи, ему расскажут, покажут, куда вообще идти, что делать? Да, Дворец молодежи всегда открыт всем молодым людям, которые не знают, где себя применить. А если даже знают, мы все равно им подскажем и все равно покажем, потому что огромное количество разных-разных-разных сфер, куда можно податься и где можно себя реально показать. Ну, скажи, часто ли сейчас, в твое видение, вот есть молодые люди, которые не знают, куда деться? Потерявшиеся. Есть они такие? Есть, есть такие. Есть такие ребята, но я думаю, что достаточно большой процент тех, кто все-таки находится. То есть у нас, вот твое мнение, поколение-то не потерянное у нас? Нет, я не считаю, что оно потерянное, я считаю, что оно прогрессивное, что оно перспективное. Продолжим тогда говорить о перспективах. Знаем мы про замечательный фестиваль «Российская студенческая весна» и совсем скоро он стартует в Туле. Расскажи Перерославскую делегацию, как готовится, сколько человек везем, что планируем. Какие люди талантливые, много людей. Мы с вами на самом деле очень вовремя встретились, потому что у нас именно сегодня с ребятами первый сбор. Ух ты, не видела еще их? Нет, я их видела, а они вот друг друга не видели. Они не очень знают вообще, кто едет. У нас примерно сборная получается 60 человек с разных вузов. Даже есть представители средних учебных заведений. В общей сложности в разные направления. Мы везем 6 направлений, 60 человек. Поедем мы 14 мая, мы будем выезжать. 20-го приедем, выступаем в Кремлевском дворце. Ничего себе. Вот в чем будут соревноваться? Что будут ядландские делегации? Для телевизора, может, поясни, что такое студенческая весна еще в России? Российская студенческая весна – это крупнейший фестиваль творчества, именно молодежного творчества, непрофессионального. Он проходит в этом году юбилейный 25-й раз. И объединит в этом году представителей всех 85 регионов нашей страны. Вы представьте, взят все, вообще планируется около 3000 участников. Масштабный фестиваль, очень масштабная, огромная конкуренция, уровень высокий. С каждым годом все растет и растет. Ребятам все сложнее и сложнее себя как-то вообще заявить и показать, чтобы их отметили жюри. Жюри тоже звездное по всем направлениям. Мы везем ребят в вокал, в хореографию, в театральное направление, в оригинальный жанр, показываем концертную программу и везем журналистов. Короче, все закрываем, все направления. А как вообще Ярославль себя показывает, ну вот динамику какую-то? Не первый же год уже, да, наверное, ездить? Не первый год мы участвуем в российской студенческой весне с 2010 года. И еще ни разу не было, чтобы мы приезжали с пустом. Мы всегда приезжаем с чем-нибудь. Ну примерно 4-5 наград у нас каждый год есть, это хорошо. То есть вот показатели к тому, что все-таки молодежь в Ярославле, вот она крутая. Я вообще бы отметила, что мы являемся одним из тех регионов, наверное, единственным в своем роде, которые делают именно студенческую весну, делают студенты. У нас не работают профессионалы, у нас нет приглашенных режиссеров. То есть это хорошо та самая молодежь, да? Это та самая молодежь, это те самые ребята, которые сами придумывают, сами реализовывают, сами додумывают, сами репетируют, они все делают сами. Мы им только помогаем и направляем. Мы за честность и мы за творчество и креативность. Да, у нас все честно, все правильно. Ну что ж, я думаю, что мы можем сейчас только пожелать удачи Рославской делегации готовиться и выступить отлично уже совсем скоро. Ну а всей молодежи что ты пожелаешь? Всей молодежи желаю не стесняться, идти вперед, искать все двери, пробивать их и все обязательно получится. Прекрасно. Вот так вот, на позитивной все-таки ноте мы с вами сейчас уходим на небольшой блок рекламы. И впереди, конечно, новости на Первом Ярославском. Самые утренние и позитивные. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Ну что же, на часах у нас почти без двадцати, поэтому, друзья, просыпайтесь, кто еще не проснулся. Первая студия работает Дмитрий Московский, Диляра Байбикова. Роман Кассиян. Продолжаем тему молодежи потерянного поколения или, ух, молодцов, красавчиков. Да, молодцы. И звонок, наконец-то, у нас есть. Давайте пообщаемся. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться, как вас зовут? Это Анна. А муж знакомый, да, Анна. Приятно вас слышать. Расскажите, пожалуйста, ну, что думаете по теме молодежи-то вообще? Молодежь у нас какая? Потерянное поколение или все-таки все хорошо с ней? Скажите, хорошо. Есть, конечно. Ну, скажите. И потерянное, но есть хорошее много. Вот у меня ребенку двенадцать. Двенадцать лет. Она и спортом занимается, и в художественную школу ходит. Замечательно. Вот, вот, акцент. Они хотели бы дочку, знаете, куда сводить? Может быть, займется наукой потом? В музее заниматься? Люди, соревнования. Так. Соревнования. Соревнования. Ну, видно, что активно. Анна, Анна, вопрос. Спасибо. Мы хотели поиграть на... Вот. Вот. Я вам это и пытаюсь донести. Давайте попытаемся. Может, у вас и наукой потом займется. Давайте попробуем. Кузень хочет ребенок сходить. Итак, мы объявляем игры. Молодежные. Молодежные игры разума. Поехали. Игры разума. Ну что, Жанна, вы готовы забрать у нас пригласительный музей Эйнштейн? Да, да, очень хотим. Мне кажется, Анна победит. Ну, значит, нужно всего лишь правильно ответить на несколько вопросов. Итак, внимательно слушайте формулировку. Когда отмечается Международный день молодежи? 27 июня, 12 июня или 12 августа? А? Вот когда же Международный день молодежи отмечается, когда 27 июня, 12 июня или 12 августа? Я бы подсказала, да я сама не знаю. Рома. Да, Рома, Рома, скажи. Рома, на какую букву правильный ответ скажи? Какой месяц? А? Не знаю. Итак, Анна, ваш ответ. Что это? 27 июня. Анна, как у вас интернет дела? Давайте июнь. Июнь? Есть. Ну, давайте привет и передавайте. К сожалению, это неправильный ответ. А давайте я попробую еще раз. Ну давайте, следующий вопрос. Как будто ничего не было. Ром, повторяй вопрос. У меня так ведущий на свадьбе сказал, забыли. Друзья, идем дальше. Итак, Анна, когда отмечается День молодежи в России? Слушайте, внимательно, про эмуляровку. В России День молодежи. 8 июля, 27 июля или 12 июня? Да что ж ты человек такой. 12 июня, 12 июня или 8 июля, когда в России отмечается День молодежи? Итак. Ладно, я забываю. 12 июля. Когда? 12 июля. Подсказывают там, подсказывают. Итак. Вся семья. Все, как-то, все же Эйнштейна просто забирают. Слушайте, там сам Эйнштейн уже где-то переживает. Ответь, ответь уже. Аннушка, ваш ответ. И это... Давайте 12 июля. Это День России, но знаете что? Я вам хочу сказать. За рвение. Ну, молодежи, отмечай День России, да? Давайте притянем за уши. В общем, запомните. Давайте поможем вам. Мы отдадим вам билеты, пригласить. В том случае, если вы запомните. Ну, пожалуйста, мы очень хотим. Если вы запомните одну важную вещь, что 27 июня День молодежи в России. 27. Да. А международный 12 августа. Запомнили? Да. Обещаете помнить? Да, обещаю. Отлично, все. Мы завтра вам позвоним. И спросим у вас, вспомните ли вы этот день или нет. Мы вас поздравляем. Поздравляем, поздравляем вас. Спасибо. Спасибо вам огромное всем. Хорошего настроения сегодня. Спасибо, спасибо Аннушка. Что? Прокачать. Мама. Неправильно отвечаешь. Неправильно, не туда. Слушайте. Мы прокачали, в принципе, вот у человека теперь есть знания. Понимаете? Где ты набрал этих дат? А быть может, сейчас вот сходит у нее дочка туда, скажет, так вот как можно все делать. Я теперь смогу изобрести рекарства. И будет заниматься. Ой-ой-ой. Друзья, мы с вами сейчас зато тоже пообщаемся еще с замечательным человеком. Перед этим, перед этим. Перед этим можно я приветик зачитаю. Небольшое, да, и привет, и потом небольшое превью, перед тем, как мы пообщаемся с человеком. Марьяна Ланьян нам пишет. Что пишет? Наконец-то, наконец-то вы вернулись, соскучились по вам. Вы самые лучшие. Несите добро и радость. Всем мир. Ну как-то следует, не улыбайтесь. Марьяна, мы-то как соскучились по вам. Ну, перед тем, как мы пообщаемся с тем человеком, который сейчас у нас висит на телефончике, на скайпе, у нас есть небольшое видео, куда этот человек ездил и почему мы сейчас с ним пообщаемся. И не только поэтому. Друзья, все, внимание на экран. Ух. Я вот недавно покупал туалетную бумагу и вспомнил, что у меня на кухне подгнила картошка и появились мошки. И решил взять дихлофос. И понимаете, вот с этим набором бумага и дихлофос я иду на кассу. Даже не представляете, как на меня странно смотрели люди. Я ожидал, что ко мне кто-нибудь подойдет и скажет, ты же понимаешь, что это не освежитель воздуха. А я бы ответил, да, но мне это поможет, да. И когда я был на кассе, я понял, что нужно взять что-то нормальное. Я смотрю, парень впереди меня берет баунти. Я думаю, баунти это нормально. Я тоже беру баунти, кладу к себе. Тот парень смотрит на мой набор, берет свое баунти и кладет обратно. Вот это было смешно. Вот такой вот. Он смешной. Он смешной. Это замечательный один из основателей стендап-движения в Ярославле. Между прочим, человек, который преподает молодежи и закончил... Стендап-движение? Стендап-движение в Ярославле. Танцы, танцы. Стас Трябин-березка. А вот и движение. Вот и стендап-движение. Доброе утро, Стас. Доброе утро, ребята. Какое смешное. Во-первых, скажи, пожалуйста, я знаю, что впервые из Ярославля ты представлял вообще молодежь и Ярославль на телепредаче «Расмеши комика» и успешно выступил там. Ну да, все верно, Рома. Там было сказано, это в эфире. Все правильно. Страшно ли тебе было? И вот скажи, вот как ты к этому пришел вообще? Было очень страшно. Да, но было страшно, потому что это мой первый опыт на телевидении, да, если так назвать. Я вот немножечко, ребят, завидую уже давно в этом. Я первый раз увидел камеру, я думал, мне будет очень страшно. Но более-менее ничего, еще я как-то выжил. А как я долго до этого шел, это просто воля случая. Мне просто повезло, что в какой-то момент меня позвали, меня пригласили без кастингов, без всего. Я просто приехал, посмотрели мой материал, сказали, ты смешной, иди, зарабатывай деньги. Слушай, ты действительно смешной, Стас. Ну ты прав, это правда, Стас, поддерживали. Вопрос такой, один ли ты такой крутой и смешной в Ярославле, или есть еще смешная молодежь? Те, кто тоже двигаются, те, кто чего-то хотят, и те, кто могут рассмешить зрителя. Слушайте, конечно, я хочу сказать, что я такой смешной один. Давай так запомним, просто всем передадим. Стас сказал, я один смешной. Но есть, есть еще смешные ребята, конечно, которые стремятся. Это не только стендапы, это и КВН, и камеди, и так далее, и такие вот подобные жанры. Поэтому, я к сожалению... Сейчас так прорадил «Свобода» немножечко, Стас, это в сторону, как я понимаю. Нет, ну КВН тоже, да, уже сказал, да. На YouTube смешные ролики снимают. Стас, я знаю, что ты еще заканчивал специальность организации работы с молодежью, и продолжая сейчас как раз в этом направлении, уже помимо юмора. Скажи, пожалуйста, вот молодежь-то, вот она сейчас какая, и ты себя все-таки к молодежи относишь? Тяжело ли работать с молодежью? Активно, неактивно? Вот опиши об этом немножко. Смотрите, я хочу сказать в целом, не переходя на личности, на какие-то проекты, мне, как человеку, который варится вот в этом во всем, который работает с молодежью, мне кажется, что молодежь у нас очень активная. Вот очень-очень сильно активная. Причем мне очень радует, что развиваются различные направления и в спорте. И вот, допустим, Russian Running, да, сейчас вот бегом по Золотому кольцу. Все это очень-очень-очень круто, это развивает молодежь. Причем не стоит забывать возраст молодежи. То есть это от 14 до 35. То есть, ребят, вы тоже молодежь. И вот сейчас со мной и я молодежь. Ура! Ура! Отрадно слышать, Стас! Огромное спасибо! Позитиво добавил в Березоньках, в Березоньках песни продолжает утро. Да, я в Исусе. Доброе утро, Стас! Спасибо, что был с нами на связи. Вот такой патриотичный Стас у нас был. Спасибо! Спасибо тебе! Позитивный, позитивный, здорово! Ну, все-таки, друзья, я вам сейчас возьму и добавлю, добавлю вам... Что, да, ложку дегтя? Ложку дегтя в бочку меда вашего. Я думала, жару, жару добавить. Нет, все, конечно, круто и здорово, но вот, друзья... Ну, друзья... Ну, друзья, давай! Одной из основных проблем современной молодежи... Люди-то знаешь, что считают? Компьютеры, точнее, зависимость от видеоигр, 77% респондентов, все тот же самый, и негативное влияние онлайн. Все-таки интернет, считают многие опрошенные, негативно влияет на молодежь. Ну, это основная проблема поколения Z, потому что, ребят, интернет – это крутой ресурс, которым нужно пользоваться действительно умело. У нас огромное количество крутых знаний, но мы просто прожигаем жизнь в социальных сетях. Ты хочешь сказать, что воспитание? То есть родители должны контролить все-таки в первую очередь, да, что, там, ребенок, подросток смотрит в интернете. Как вы думаете? Да, конечно, ну, да. Не надо играть в себя посмотреть, смотрите, хорошие вещи. Мне кажется, это очень тяжело, с точки зрения родителей. Ты на работе постоянно, а у тебя ребенок в телефоне постоянно сидит, ВКонтакте, в интернете. Вот, вот, вот я, например, был в интернете давеча, да, и вот там, чего пишут, друзья мои. Вот, Гарвард рекомендует своим учащимся следовать всего четырем правилам молодежи, да, для того, чтобы преуспеть в жизни. Правило номер один – нужно уметь распоряжаться средствами, да, то есть этому нужно учиться. Правило номер два – нужно умело распоряжаться временем. Правило номер три – нужно уметь улаживать конфликты. И правило номер четыре – нужно положительно, позитивно смотреть на жизнь. Вот так, следуйте советам Гарварда и читайте хорошие штуки в интернете. И давайте я еще добавлю немножко. Молодежь-то у нас еще, знаете, какая? Она выдумщица. Молодежь, выдумщица, выдумщица. Цитата великих людей. Молодежь, выдумщица. Выдумщица. А вот ты выговоришь сначала. Почему я это? Интересный случай совсем недавно произошел, связан он тоже с интернетом. Студентка сделала презентацию о себе в PowerPoint. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы позвать парня на свидание. Ну, выдумщица же. Молодец, вот посмотрите. Девчонку зовут Лиззи Фентон. Она из университета Миннесоты. Ей понравился парень. И она сделала презентацию на тему «Почему тебе следует встретиться со мной?». Там она описала все свои параметры. Сильные стороны. Все сильные стороны, конечно же, указала. То, что если твоим родителям нужна серьезная девушка... Это припечатки на выбор, да? Ну, конечно, да. Если тебе не нравятся прямые, я могу закудрить их. Она одевается стильно даже в День Благодарения и умеет поддерживать застольные разговоры. Стильно даже в День Благодарения. Ребят, это цитата, поверьте. Но парень, к сожалению, отказался. Слушайте, мне кажется, знаешь что? Мне кажется, парень этот, это профессор какой-то был из ее вуза, где она училась. Очень, очень. Да, да, да. Она его хотела позвать... Я обыскем не буду, да? Да, 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 презентацию, пожалуйста, да, 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 отредактируйте ее. Парень ее отшил. Пожалуйста, шрифты поправьте. Отшил? Отшил, да. Но все-таки на нее, на эту девчонку обратили внимание ребята из Майкрософт. И теперь она работает там. Па-бам! Вот видите, с помощью отношений неудачных поднялась по карьерной... Да, вы понимаете, она сначала этому профессору, а потом она всем разослала. Да, раз не повезло с этим, ну кто-нибудь да откликнется на такое резюме. Знаете, кто сейчас откликнется? Дмитрий Московский на горячем стуле. Ничего себе. Давайте его встретим прямо сейчас. Давайте я покручусь на стуле. Итак, постоянная рубрика «Горячий стул». Итак, Димочка, отвечай быстро, не задумывайся, желательно смешно. Ты, я знаю, ты смотришь. Да, я не могу. Ну ладно, поехали. Как отмечается День молодежи в Гренландии? Танцуют. Как танцуют? Китами? Так, отлично. Если темнота друг молодежи, тогда что враг молодежи? Враг молодежи свет в темноте. Глубоко. Если молодежь до 35, тогда что после? Там уже такая молодежь бодренькая, такая. До этого не активно. Танцуй пока, молодой, кто? Ты с косой. Назови три тренда современной молодежи. Это девочки. Девочки, это и три тренда еще два тогда осталось. А, три тренда надо назвать. Три тренда современной молодежи. Они танцуют, у них такие волосы большие, и они сидят в компьютере. Давай. Продолжим фразу. Пошумим. Пошумим. Ах! Кто написал строки? Все переплетено, сотни нитей, но потяни за ней, за ней потянется клубок. Баста. Эх ты. Кто такой Оксимирон? Баста. Заканчивай. Кто такие поколения Пепси? Это поколения с бутылочкой. Воды. Да, понятно. Как воспитать хорошую молодежь? Нужно танцевать. Дима Московский на горячем стуле. Аплодисменты. И танцевал. Справился, волновался, но он сжег просто. Умница. Умница. Да, ребятушки, у нас еще есть еще что рассказать. Это был Оксимирон. Это был Оксимирон. Вот как пишет, представляешь? Давайте. Давайте дальше, ребят. У нас же есть еще что рассказать. Есть чем поделиться. У нас же новости хорошие. Ой, прекрасная рубрика новости одной строкой. Что интересного принес на хвосте собьем Дима? Что я принес на хвосте такую новость? Ребятушки, удары током могут улучшить память. Представляете, американские ученые это доказали. Они собрали группу испытуемых и били их током. Это радикально, мне кажется. Нет, правда, они попробовали, побомбили их током. А как они поняли, что они стали умнее? Нет, у них память улучшилась. А память улучшилась? Меня не надо бить током, чтобы все было хорошо. Я запомнил. Я помню, да. Нет, у них, понимаешь, вся жизнь перед глазами пронеслась просто в этот момент. Они все вспомнили. Вот все. Адская, адская штука. А вот у меня такая новость, что в Швеции 36% покупателей приходят в Икеа, чтобы поесть. То есть не покупать дешевую мебель, а чтобы поесть и самый главный там продукт, это фрикадельки. Вот так. А, вот так вот, лихонько. Сядут на стульчик от Икеи, на столе от Икеи, разложились. И фрикадельки разложились. Мангальчик от Икеи, шашлычок. И фрикадельки начали. Кстати, мангальчик от Икеи, мне кажется, должен быть самый универсальный какой-то. У тебя там что? Рассказывай. А у меня, друзья, в тему молодежи просто исполнил мечту миллионов 12-летний пацан в Австралии решил проехать всю страну от одного конца до другого. И его остановили. Знаете, когда он уже проехал 1300 километров, он проехал, и его остановили. Случайно проверили документы. 12-летний пацан практически осуществил мечту. Слушай, а если были документы у него? Почему он не платит? Все. 12-й вопрос. Как можно было? Просто вот куда смотрели местные ДПСники? А, ребята, здесь дело в том, что молодежь-то, она выдуманщится. На выдумке хитрая. Да, конечно. А может, у него бородочка была уже. Да, борода, очки. И седовласый мальчик, 12 лет. Вы, кстати, зрители сейчас, молодежь-то, сейчас 12-й так выглядит, как будто уже 40. Давайте, давайте уже подводить бабуле итоги. Бабуле итоги. Бабуле итоги. Итак, друзья. Давайте рубрику такую сделаем. Говорили мы сегодня о молодежи, какая она, хорошая, плохая, или куда пошел укулеле. Вот так вот. На самом деле. Давайте укулеле, мне нравится. Укулеле. Как мы выяснили? Друзья, проблема существует. Безусловно. Я думаю, тяжело и молодежи квартиру купить. То есть, это все, проблемы не остаются. Но, но никто не сдается. Все борются с хорошим настроением, в первую очередь. И пока молодые, они занимаются творчеством. Да. Я считаю, да, что нужна молодежь. Ни в коем случае не сдавайтесь. Делайте, что делаете. Активничайте. Вы молодцы. И пусть, действительно, все будет хорошо. Не теряйтесь. Да. Ребята, ну и не забывайте, что и мы же с вами молодежь тоже. Хэ-хэй. Пусть все получается у молодежи. Пусть старшие поддерживают молодежь. Помогают. И все будет хорошо. Не ругайте нас. Мы же хорошие. Да. И самое главное, друзья, чтобы государство-то было всегда на стороне молодежи. И тогда все будет отлично. Поздравляем всех сегодня. Напомню еще раз с праздником. Это Международный день солидарности молодежи. А еще я напомню новость утреннюю. Объятия лечат нервы. Обнимемся. Обнимитесь пока. Обнимитесь. Пока ребята обнимаются, друзья, хочу вам сказать, что завтра уже, в 7 утра, мы ждем вас здесь, Дмитрий Московский, Диляра Байбикова и Роман Кассиян. Обсудим отпуск, куда уехать и стоит ли уезжать. Так что пообщаемся, друзья. Русский юг или все-таки русский юг. Завтра пообщаемся. Всем пока-пока.